...богу и посылаемое на землю, захотящих последовать спасением. Для тех людей посылается, которые хотят последовать спасение. И это свидетельствует через принятие Таинства Крещения, через участие в Таинстве в храбах. И таким людям подается ангел-хранитель, который помогает, оберегает и поставляет каждого человека. Господь говорит о том, что нельзя предупрекать даже единым из малых сих, как Он говорил, указывает на детей, потому что ангелы их на небесе вынутые всегда видят в лице Отца Небесного. И к Нему обращаются с ходатайством за самого маленького человека, крещённого на земле. Тем более, что ангелы ходатайствуют за взрослых людей. Но это бывает не безусловно, а при условии, что люди проводят в жизни правильно и не зачастив. В этом и говорит апостол о том, что ангелы являются служебными за всех хотящих наследователей спасения. Должно быть желание выражаться в просиментных делах, мыслах, чувствах соответствующих. И тогда ангелы бывают нам пособниками в этом. Из книг, из Библии мы знаем, особенно из Апокатюсиса, о том, что есть ангел, который управляет обнанной стихией. Есть ангел, который управляет водой, четырьмя ветрами. И таким образом мы видим, что весь видимый, тварный мир, он также в некоторой степени управляется Богом и в некоторой степени посредством ангелов. И мы, повседневно в наших молитвословиях, которые совершаем храма Божия, просим ангела мирно, верно хранить его наставника душ и телес нашим. Потому что бывают ангелы, которые временно на славе Божии и по повелению Божьему, они наказывают людей. И мы видим это также в книге Откровения Святого Иоанна Богослова. Когда спасите мира, Бог Вседержитель посылает ангела своих людей и сливает чашу неба Господня на землю. Ангел – слуга Божий. Хотя мы и говорим, ангеле Божий, хранитель мой, но мой не в силу того, что он подчиняется нам, а мой, потому что мне Господь по милости своей даровал такого помощника и защитника. И мы должны заботиться о том, чтобы не огорчать этого послания по Божьему, который, в принципе, везде нас сопровождать, помогать и удивлять, как правильно поступать. Еще один важный момент, который сегодня вспоминается из книги ветхозаветной Даниила. Когда израильский народ находился на веронском длину, Даниил, когда уже закончилось определенное время обвинения, 70 лет, он молился о том, чтобы его народ вернулся назад, на родину, чтобы был восстановлен Иерусалимский храм, чтобы в нем люди, его соотечественники, совершали богослужение. И вот, с одной стороны, пророк Даниил просит, молит Бога об этом, с другой стороны, в книге Даниила, 10 главе, открывается, что ему явился ангел. Причем, вид явления ангела было настолько устрашающим, что все, кто был рядом, они еще до того, как увидели вид посланника Божьего, они в страхе бежали от больницы. Дорог Даниил остался один. И когда он услышал голос явившегося архангела, он упал на землю, и, как он сам повествует, я обессилен совсем. Столь страшно и неплохо для восприятия было явление архангела. Но архангел ободрил его и сказал встать. Но святой пророк Даниил не мог встать полностью, он лишь несколько приподнялся от земли, опираясь на колени и на руки свои, и таким образом слушал то, что говорил ему явившийся вестник с неба. По некоторым описаниям, святые отцы говорят, что это был архангел Гавриил. И он говорил Даниилу о том, что не нужно, что его молитвы были услышаны, но они не могут быть сейчас исполнены. Потому что ангел перститской земли воспрепятствовал этому. Ангел земли. По учению святых отцов, у каждого народа, который проживает на земле, есть свой ангел хранитель, который забылся об этой земле. И некоторые святых отцов говорят о том, что причина того, что ангел перститской земли воспрепятствовал, заключалась в том, что он видел благочестие издавательского народа, который должен был выйти в свою землю обитованную, в землю отцов своих. И не хотел, и надеялся, что люди, оставаясь здесь, они будут все-таки передавать благочестие его народу. Другие отцы говорят, что удерживал от выхода израильский народ, потому что видел, что этот народ еще был не готов к тому, чтобы возрождать храм и делать там все необходимое. И действительно, аркангелы, они и ангелы призваны к тому, чтобы помогать людям. Но если видят, что люди что-то делают не так, неправильно, то ангельские чины, они могут этому воспрепятствовать. И далее святые отцы говорят, что был спор между архангелом Гавриилом, который явился в народе Даниилу, и князем земли перститской. И только когда явился князь израильского народа, а потолкование святых отцов, это архистратив Божий Михаил, тогда и в их споре между ангелами возобладало то, что необходимо израильскому народу вернуться на родину, и там восстанавливать то, что нужно. И хотя к этому времени первая часть людей уже ушла в землю Гиталану и начали строить храм, но при этом те, кто видел его разрушение, старшее поколение со слезами вспоминали, что возводится очень скромный храм. С другой стороны, они видели и нерешительность, и неусердие израильтян, и то, что препятствовали местные жители, которые же поселились на той территории. И так мы видим, что и у ангелов бывает, исходя из этого, некоторый спор. Каждый старается угодить Богу, хотя это мы выражаем в таком человеческом слове несовершенном. Ангелы стремятся угодить Богу во всей полноте, и при этом по-разному видятся, как это лучше сделать. И в этот день, когда мы вспоминаем ангельские причины, важно задуматься нам и над тем, что и у нашей страны, и у нашего народа есть свой ангел хранитель. И в зависимости от того, как мы будем жить, управлять усердие, удовольствие, насколько мы будем ходить в страхе Божьем, настолько и ангел хранитель будет помогать и отставить наши интересы, которые направлены в духовное спасение наше. Если же люди будут проявлять неусердие, то и ангел будет в скорби и не сможет помочь, и не сделает то, что он хочет сделать. К ангелам мы обращаемся много, часто, но будем это делать не машинально, а всего сердца. Будем почаще задуматься о тем, что он рядом с каждым из нас. Не будем огорчать ни своего ангела-хранителя, ни ангела-хранителя другого человека. Святые орхистры, те же Божьи Михаили, и прочие небесные силы безблотны, молите Бога о нас.